Давайте мы все встанем, болезни болезнями, ситуации ситуациями, но превыше всякого имени своего Господь поставил Слово Своё. Поэтому мы будем читать Слово, зная, что через откровение Божьего Слова часто случается и обновление сил, и укрепление исцеления. И мы надеемся на Господа, который нам пообещал всё это. Слово Слово Сегодня мы читаем из недельного чтения «После смерти» это 16 глава от Левитов. «После смерти» 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 Я читаю с 11 стиха. И в 25 стихе продолжение идет. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище, каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человеку положено однажды умереть, а потом суд, так и Машиах, однажды принеся себя в жертву, чтобы загладить грехи многих, во второй раз явится не для очищения грехов, а для ожидающих его воспасения. И знаете, в Йом-Кипуре мы здесь видим некоторые жертвы, которые священник приносит. И сначала он, естественно, приносил за себя, за свою семью, тельца, в жертву за грех. Но потом мы прочитали, он приносит двух козлов от всего общества Израилева. И бросает о них жеребий. Одного написано для Господа, а другого для Азазель. Переводится как для отпущения, но Азазель, это своего рода можно перевести как для сатаны, для дьявола. И что происходило? Кровь одного козла, его приносили в жертву, его кровь носили в святой святых. Пред Богом во очищение грехов Израилевых. То, что происходило со вторым козлом, на него также возлагали грехи всего народа. То есть каждый возлагал руки, молились за него, его отпускали. В пустыню написано, но на самом деле его подводили к пропасти, сбрасывали в обрыв. И то есть все грехи Израиля, они таким образом удалялись. Они были удалены, оставались где-то. И как мы можем увидеть вообще вот этих вот двух козлов, которые приносились в жертве Ешуа, про которую Павел говорит, что то, что случилось на Песах, оно все-таки также и символизирует Йом-Кипу. И знаете, когда Ешуа написано, я не помню где, но написано, что после того, как он взял, принял грех всего человечества на себя, он был оставлен отцом. Когда он висел на кресте, он сказал, Господи, почему ты оставляешь меня? Бог есть святой, он не имеет никакого отношения с грехом, он должен был быть отделен на некоторое время от Ешуа. И написано, что Ешуа спустился в преисподние места и там проповедовал. То есть другой стих говорит, что он проповедовал тем людям, которые жили до потопа и были уничтожены потопом. То есть был какой-то момент, когда Ешуа сходит в преисподние места. Почему он туда сходит? Потому что грех всего мира лежит на нем. Все грехи народа, так же, как они возлагались на козла отпущения и уводились куда-то в далекую пустыню. К Леозазель, к дьяволу, то же самое происходит с Ешуа. Весь грех мира лежит на нем. Он спускается в эти преисподние места, потому что это то место, куда положено грешному человеку прийти. Но написано, он не мог там оставаться, потому что в нем не было самом греха. И смерть не могла удержать его. И он воскресает из мертвых. Но вот здесь мы как раз видим символ или параллель вот этого козла отпущения. Он приходит туда вниз, в преисподние места, в место наказания, в место осуждения. Как вот этот вот козел отпущения. Но потом воскресает, потому что смерть не может его удержать. Другой момент, то что я уже прочитал. Вы помните, когда он воскрес и к нему Мирьям хотела подойти, дотронуться. Он говорит, не трогай меня, потому что я еще не взошел к отцу моему. То есть, я еще не пришел, чтобы принести что-то перед отцом моим. Так же, как священник ходил в святое святых, с жертвой второго козла, с его кровью, которая должна была очистить народ. То же самое Ишуа. Он приходит в святое святых, в небесное, пред своим отцом. И говорит, вот, я совершил. Я сделал то, что должен был сделать. Здесь мы вот как раз видим вот этих вот двух козлов, вот эти вот две параллели. Одна, которая жертва приходит перед Богом, со своей кровью Ишуа приносит. А вторая, которая уходит в эти преисподние места, Леозазель. И знаете, есть еще один тут очень интересный такой момент. Часто, можно сказать, его даже так путают или интерпретируют. Вы помните, что во время Песоха был обычай отпускать двух разбойников. И когда Пилат стоял, он сказал, вот есть двое. Есть Ишуа из Нацерета и есть Варава. Кого из них вы хотите, чтобы я отпустил? Один Ишуа, Бен-Элуим. А второй Бар-Аба, сын отца. Очень похожие имена. Сын Господа и сын отца. И вот они двое стояли. Иногда говорят, что вот это символ двух козлов. Один для отпущения, его отпустили, освободили и все, другого принесли в жертву. Это не совсем правильно, потому что вот эти вот двое, они символизируют что-то другое. Первый, сын отца. Это что-то, что связанное с плотью. Отец, плотяной человек. А другой, сын Господа. Что-то, что связано с духовным и с небесным. Это тот выбор, который принимает каждый человек. Это тот выбор, который стоит перед нами также сегодня. Господь обращается. Также когда-то обращался Пилак. Он говорит, что вы хотите? Как вы хотите жить? Как вы хотите поступать? Что вы хотите взять для себя? Бар-Абу. Что-то плотяное. Или выбрать Бен-Элуим, поступающего по духу. Что вы желаете? Насыщаться духом? Или наживаться плотью? Это выбор, который стоит перед нами сегодня. И он актуален так же, как был актуален раньше. И написано в одном из посланий, что дела плотские. Дела плотские. Или поступающий по плоти, он пожнет тление. А поступающий по духу, жизнь вечную. Сегодня Леон затронул эту тему и сказал, жизнь вечная. Это то, чего мы как бы все желаем. И этот выбор сегодня стоит перед нами. Что выбрать? Поступать по плоти и получить тление. Или поступать по духу, выбрать Сына Божьего и наследовать жизнь вечную. Йом-Кипур. В свете пасхального Агнца. Это то, что произошло. В один праздник вроде воплотились в себя два праздника. Жертва очищения народа. И мы читаем, что Ишу, даже когда поднимал бокал, он сказал, это кровь, которая проливается во очищение грехов ваших. Чтобы очистить то, что происходило в Йом-Кипур. Очищение. А сам Песох, или он про него расскажет. Я думаю, это было больше вход в завет. Вход в избрание. Вход в принадлежность. Потому что Песох называется праздником свободы. Праздником освобождения. Переход одного к другому. А с чего-то плотского более к духовному. И вот эти вот две вещи, они совокупляются вместе. Я просто хочу пожелать каждому, чтобы мы обращали на это внимание. И мы знали, что мы всегда стоим перед выбором. Кого выбрать? Сына Божьего? Или Барабу? Сына Отца? И пусть каждый из нас действительно поступит и научится слышать голос Божий. Аминь. Давайте все встанем, уберем свитки. Вот Тора, которую Моше передал народу Израилу по Божьему повелению через Моше. Моше передал народу Израилу по Божьему повелению через Моше передал народу Израилу.